Игнат Тихонович, мир вам! С миром! Как вы живы-здоровы, Игнат Тихонович? По милости Божией! Слава Господу Иисусу Христу! Игнат Тихонович, про эзотерику хотел спросить. Что вы думаете по этому поводу? По какому? Эзотерика! Ну и что? Момент какой? Сейчас у меня человек тренируется, у него мама попала в больницу. Но я решил ее проведать, пришел ей, Евангелие принес. А она мне говорит, она слушает какую-то женщину, она эзотерик, у нее все вот это. И я понимаю, что она не православная, она православная, но она не церковь. Она вот там какие-то направления, ну и там про какие-то степени, 7 степеней, 7 уровней куда-то. Но я понял, что, короче, это все ложь. Я говорю, что-то это, ну я посмотрю. Ну, это, ну, она вот, там, Библия, это, я ей говорю, синодальный перевод, это самый хороший перевод, 4 духовные академии переводила. Слово Господа неизменно, она говорит, слово неизменно, а вот люди, которые писали, они там, ну там, по-своему все. А она вот прям с древних источников все говорит. Причем вот нам известна жизнь Иисуса Христа. Поближе микрофон, микрофон поближе возьми. Только с 30 лет жизнь Иисуса Христа известна. А она все прям разбирает, какие-то источники там, достает, что изначально, как до 30 лет. Так, тебя не видать, голову подними, тебя не видать совсем, вот так. Так, ну и тебе зачем с ней знать это? Да ну переживаю за нее, хочу вот узнать, что это такое-то вообще. Ну что такое, тебе-то уже все рассказал, что такое, что непонятно-то? Она враг священного писания, она враг Богу. И зачем же знать-то с ней? Отойди от нее, близко не подходи. Мама-то твоя, занимается еще своим делом темным? Татьяна-то? Не могу знать, Игнать Тихо, не могу знать. Так с ней не общаюсь, но... Я молился о ней, молился. Ну, ты скажи ей, скажи, ты если в этом умрешь, тебя душат, сатана в ад потящит. Тебя в рае не видать никогда. И молиться за тебя, скажи, нельзя. Просто похоронят тебя, как собаку, и все. Я ей поставлю знать, вот. Ну, все тогда. Все. Все? Никакой эзотерии там начинают все это... Глупости всякие. С собой надо заниматься, работать надо, молиться. Плохо тянет, прямо застывает лицо твое. Я зашел на сайт, orthodoxbible.com Плохо тянет, интернет, плохо тянет. Я зашел на с... Видно меня, нет, Игнать Тихо, слышно? Да, слышно, но как-то с перерывами. Я зашел на сайт, orthodoxbible.ru, и не нашел там вот по эзотерике никаких. Ну, никто вопросы не задавал по этому поводу, поэтому вот я и решил позвонить вам. Не надо даже близко подходить к этой заразе. Не надо. У нас есть одно живое святое православие. Согласно Слову Божию, ни на кого не смотри. У тебя будет много противников, тебя будут долбить со всех сторон. Будут прожигать тебя. А ты молись и радуйся, молись за них. У них ничего нету, кроме ада. Боже. Все, понял, Агантин. Так, все, отошел с Богом. Все, с Богом, спаси Христово.